Салават Юлаев смог вырвать победу у Магнитки в дополнительное время. Уфимский Салават Юлаев сделал широкий шаг к выходу в четвертьфинал плей-офф в континентальной хоккейной лиге. В пятом матче серии с Магнитогорским Металлургом уфимцы на выезде дожали соперника в овертайме, два к одному, и теперь ведут в серии до четырех побед три к двум. Хоккеисты Салавата, в светлой форме, снова обыграли Металлург в Магнитогорске и вышли вперед в серии. Фото, рия новости до сих пор в этом противостоянии наблюдалась любопытная тенденция. Когда в матче забивалось больше трех шайб, побеждал Салават. Именно так было во второй и третьей играх серии, четыре к одному и пяти к одному. Магнитка же выигрывала исключительно в овертаймах, причем с одинаковым счетом два к одному. Вчера сладость побед в дополнительное время познал наконец и Салават и Юлаев. С первых минут обе команды четко обозначили свое намерение сыграть максимально надежно и без лишнего риска. Хоккей на арене Металлург пошел соответствующий закрытый, с минимумом голевых моментов. Минус. Судейская ошибка помогла СКА сравнять счет в серии со Спартаком. Первую заброшенную шайбу зрители увидели лишь на экваторе основного времени. Комбинация прошла у Салавата. На 31-й минуте Тея Мухарти Кайнен Спятака отпасовал на Дмитрия Кугрышева, и тот из левого круга вбрасывания щелкнул в касание 1.2.0. Вряд ли здесь можно было предъявить претензии 23-летнему Артему Загидулину, который снова сменил в рамки хозяев самого высокооплачиваемого вратаря КХЛ Василия Кошечкина. Впрочем, уральцы практически сразу отыгрались. На 34-й минуте Мэтт Элисон из-за ворот пытался вывалить шайбу кому-нибудь под бросок, но получилось еще лучше, а ткань коголки перал Фимцев Юхи Мецолы Каучуковый диск срикошетил в сетку 1 к 1. Второй балл за результативность в этой серии набрал капитан-хозяев Сергей Мазякиен, оказавшийся в числе ассистентов. Больше ничем 37-летний ветеран в матче не отметился, в плей-офф ему пока никак не удается нащупать свою игру. Как, впрочем, и другому лидеру магнитки Николаю Кулимину, который уже пятый матч подряд не набрал ни одного очка. Всплеск активности, наметившийся во втором периоде матча, быстро сошел на нет в третьем. В нем соперники нанесли всего 8 бросков на двоих. В концовке хоккеисты Металлурга даже не старались скрыть, что ждут окончания основного времени. Вероятно, подопечные Азефа и Индача снова надеялись на спасительный овертайм, но на этот раз просчитались. На 62-й минуте гости воспользовались провалом соперника в обороне, Александр Кадейкин, перехватив наивную передачу Мазякина, выкатился на ворота, но вместо броска отпасовал шайбу на Владимира Ткачева, который уже расстреливал вратаря магнитки 2 к 1. «Мы проиграли, на сегодня это главное», констатировал автор единственной магнитогорской шайбы Элисон. Сделали одну ошибку, и матч закончился. Сегодня было мало бросков. Так бывает, но нам нужно забивать. Теперь уральца в сложнейшем положении. Следующий матч пройдет в Уфе завтра, и поражение в нем будет означать для Металлурга окончание борьбы за Кубок Гагарина. Вчера пятые матчи прошли и в двух сериях на Западе. Ярославский локомотив на своем льду уверенно разобрался с Сочи 3.0. Уголами в протоколе отметились Брэндон Казун, Артур Каюмов и Данила Апальков. Шестая игра в этой серии состоится в Сочи 7 марта. Минус. Автомобилист впервые вышел во второй раунд Кубка Гагарина. Результат встречи в Хельсинки Йокерита и московского Динамо стал известен уже после подписания этого номера РГ в печать. Тем временем континентальная хоккейная лига отреагировала на скандал, произошедший днем ранее в матче московского Спартака и питерского СКА. Напомним, в овертайме судьи не заметили нарушения форварда армейцев Ярна Каскеранты на Спартаковце Ярославеды Бленко, а через несколько секунд после этого эпизода питерцы забросили победную шайбу, которая позволила СКА сравнять счет в противостоянии 2 к 2. «Мы после матча пересмотрели этот момент и увидели не зафиксированное двухминутное нарушение», рассказал журналистам главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов. Кроме того, Анисимов прокомментировал поведение одного из рефери-матча, который в нецензурной форме оскорбил голкипера Спартака Юлиуса Гудачека. Главный судья лиги заверил, что его починенный будет наказан по всей строгости регламента. Пятый матч в этой серии состоится уже сегодня в Петербурге. Кроме того, аналогичную по счету встречу проведут в Астане местный «Борыс» и Нижегородская «Торпедо». Счет в этом противостоянии пока также ничейный 2 к 2. Спорт-хоккей и чемпионат КХЛ, Континентальная лига, спортивные организации хоккейной клубы «Салават Юлаев», спортивные организации хоккейной клубы «Металлург», «Магнитогорск», филиалы «РГ Башкортостан», филиалы «РГ Урал» и «Западная Сибирь», «Пфобашкортостан», «Урфа», «Челябинская область». Продолжение следует...